Всем привет! Сегодня у нас здесь новости Турции. Итак, из такого интересного и часто спрашиваемого у меня, как у нас будет с полетами, с туристическим сезоном. Да, Турция создала авиакомпанию, базироваться она будет в Анталии. Это уже не свежая совершенно новость, и, наверное, где-то две недели. Это новость одна, а вторая, что они создали уже и вторую компанию, которая будет ориентирована на полеты, чартеры, туристический сезон между Турцией и Россией, на российский рынок. Что это и для чего как это сделано? Первая компания это Southwind, насколько я помню название, а вторая компания Mavicog. В первой компании там несколько будет Airbus летать, во второй Mavicog. В ней наберут 50 пилотов, будет 4 самолета, используются регулярные чартеры, постоянные. Что могу отметить, для чего это сделано? Все очень просто, это простая математика и статистика, и экономика. Очень сильно у нас просел туристический бизнес в плане отельеров, я об этом вам раньше рассказывала. Сейчас в этом сезоне, в этом году у нас еще повышается стоимость, ну уже повысилось электричество, воды, 62% фактически инфляция в стране, как бы все дорожает, да? И, соответственно, люди сидели в прошлых долгах, это отельеры, у кого отели. Здесь не только сетевые огромные отели, есть очень много частного отельного бизнеса, или маленькие сети, когда 2-3 отеля в сети есть, например, семья какая-то держит его и так далее. То есть вот этому маленькому бизнесу большие проблемы грядут. Мы отсидели корону, потом 2 года плохо шел туристический бизнес, еще ограничение, из-под пандемии выходил весь мир. Сейчас вот эта история с войной, которая происходит. Так что для того, чтобы цель создания этих двух компаний, главная цель, не закрылись турецкие отели, людям, скажем так, привезут людей для того, чтобы сохранить эту сферу деятельности, потому что это очень большое количество рабочих мест в стране, и когда инфляция такая высокая, это слишком большие риски. Поэтому правительство, назовем так, политики, они изгаляются как могут, все возможны, чтобы оставить эти рабочие места, и у людей была возможность заработать, и не закрылись эти отели. Если мы берем статистику по стране, то практически там около 50-70% отелей дешевых, которые раньше были 3 звезды, 4, такие не самые люксовые совершенно, а эконом вариант отели, они, скорее всего, одиночные, да, то есть не сетевые, то есть когда у хозяина один отель, но максимум 2, и это 3 звезды или 4, ну такие, знаете, старенькие отели и так далее, вот весь вот этот эконом вариант, он, скорее всего, закроется, потому что они уже в долгах сидели, сейчас у них просто не будет возможности остаться на рынке. По поводу нюанса расскажу. Я тоже об этом обрадовалась сначала, думала, ой, ну как раньше, в прошлые годы, еще прошлым летом, можно было приобрести просто билет себе на чартер, да, и прилететь в Турцию свободно, не покупая тур, билет с отелем вместе и так далее, ты просто мог купить билет в самолет, оставшийся билет на этот чартер, да, и полететь с туристами пакетными. Скорее всего, это еще неизвестная история до конца, но у меня есть подруга, которая занимается туризмом в турагентстве и привозит сюда туристов, она здесь в Турции, ее, вообще-то информации у отельеров на данный момент и у туроператоров нет. Вот эти чартеры будут компании запускаться в конце мая, сейчас их пока в листах, в продажах, да, даже никаких еще нет, вот на данный момент, когда я снимаю видео. Но они предполагают, что, скорее всего, так как эти авиакомпании и две полеты созданы для того, чтобы оставить на плаву отели определенные, ну не определенные, окей, отели в Турции, да, скорее всего, билеты отдельно купить чартерные на эти самолеты не получится, они будут продаваться только вместе с пакетом для пакетных туристов, которые оформляются через агентство. То есть, если вы будете заходить, там, не знаю, SkyScanner, Aviasales или другие какие-то там кассы онлайн, да, билеты, эти билеты высвечиваться в поисковике у вас, скорее всего, не будут. На данный момент в Анталии уже потихонечку начинают загорать и купаться, там вообще холодно, в принципе, но уже загорать можно, в Стамбуле даже потеплело. И на данный момент туристы немного уже приезжать начали, это Европа, все европейцы приезжают, казахи, русские, украинцы, белорусов пока еще, то есть это единичные вот эти дикие туристы, кто сами приезжает, кто-то приехал, кто живет и тому подобное. Из такого, давайте уж тоже про полеты, буквально два дня назад, это было в субботу, было официальное заявление о том, что Турция закрыла свое небо для пролетов военных и, как сказать, мирных, военных и обычных полетов, самолетов из России, которые летают по направлению в Сирию туда и обратно. На данный момент пока что объяснений этого никакого не было официального, просто эти разрешения на полеты, они уже давно, они даются раз на три месяца, на квартал. И вот квартал закончился, и Турция его не продлила разрешение на эти полеты в Сирию. У нас предположения только могут быть, сами можете догадаться почему, но на данный момент пока что информация такая, пояснения конкретного, что, зачем и как, пока что не было. Из местной политики внутренней два таких политических вопросов произошли. У лидера самая крупная здесь по численности оппозиционной партии, партии ДжГП, у него отключили дома свет, потому что пару месяцев назад он как бы в протест пошел, что государство поднимает стоимость электричества и так далее. Он не стал платить по счетам, когда наши счета в космос просто полетели, помните, в феврале месяце я вам снимала, был такой тренд в ТикТоке, в Инстаграме, звезды и просто люди, и просто там у кого бизнес, особенно там пекарни, магазины, какое-то производство, мини-маленькое производство, про фабрики большое вообще не говорю. И они снимали видео в ТикТоке или фотографии своих счетов, фатуру за электричество, за газ и так далее, то есть просто там ценники были вообще космос. И он тоже перестал, короче говоря, призывал в принципе к этому самотажу некому, а не платить, чтобы вся страна, скажем так, объявила бойкот, не платить по счетам, типа всей стране сразу электричество всем не отключат, типа он пытался объединить. Нет, народ платил, кто как, кто-то, короче говоря, в это вступил, кто-то нет, это оказалось, конечно же, меньшинство. По истечению этого срока, вот два месяца, я думаю, да, это прошло февраль, март, апрель, ну да. У нас обычно счета, если ты не оплачиваешь два месяца, то отключают это вода, свет или газ, все, что хочешь, короче. То есть два месяца и отрубают. И вот два месяца прошло, за электричество он не заплатил. Это было такое некое событие, потому что он сидел при свечах со своей женой, сидели они у себя дома и давали онлайн как бы пресс-конференцию, назовем так, каналам всяким, выходили в онлайн, в эфиры и рассказывали, почему они не будут платить, что они этим, короче, типа а-ля такая форма протеста, назовем так. Последнее заявление вчера было о том, что он проживет полностью неделю без света, там типа а-ля этот, знаете, типа там без воды не подогреть, там без еды горячей, ну я думаю, заказывать будет или, в общем, вы поняли, да, демонстративно он проживет неделю, там типа посмотрим, в общем, а-ля такой, знаете, я бы это сравнила с объявлением в голодовке, когда люди, да, чего-то пытаются добиться, это такое, это не на том же уровне, но форма протеста подобная, да, то есть я не буду подстраиваться и так далее. Пока все наблюдают, интересно всем, но я бы не сказала, что это как-то всполыхнуло общество, чтобы люди задумались или такие, да, нам надо за ним пойти, нет, короче говоря, пока что Эрдоган набрал очень много политических очков на все ситуации, которые два месяца вокруг длится, его типа помощи всем подряд, так что, ну, короче говоря, оппозиция довольно-таки заметно просела. И еще важный момент, я вам помните, говорила про изменение законов к выборам, что тут как получается, и вот последняя новость, я вам в прошлых новостях, ссылку оставлю им под видео, говорила о том, что была статистика, сколько людей, это государственное статистическое агентство, сколько бы людей сейчас, если бы это завтра произошло, захотели бы турок вступить в Евросоюз, и там было, типа, что чуть меньше 50%, типа там 49, а 51 был бы против. Через несколько дней, дня через 4, ну, максимум через неделю, выпускается статистика независимого статистического агентства, негосударственного, и там статистика совершенно другая. Около 70% ответили позитивно, они бы были не против вступления немедленно в Евросоюз, очень большой процент был людей, кто бы подумал или сомневается, возможно, да, возможно, нет, и гораздо меньше процент тех, кто бы категорически против и неприемлем этого. И тут такие все, ха, призадумались, я даже я, помните, в прошлом видео говорила, статистика из года в год одинаковая, плюс-минус там 5-10% максимум идет. То есть, и мы такие, раз все, это что? Это все эти годы до этого статистика была ненастоящая, да? Ее накручивали. Короче, буквально через несколько дней после выхода вот этой независимой статистики принят был закон. Давайте я попроще объясню этот закон, не прям дословно переводя с турецкого языка, а своими словами. Смысл такой, что если какое-то агентство работает на территории страны и, как бы правильно сказать, декларирует, регистрирует какую-то статистику, информацию государственного масштаба, да, вот люди это государство, правильно, но не в интересах самого государства, типа она разнится с официальными источниками, которые были опубликованы ранее, государственные, проправительственные статистические агентства, значит, это агентство работает против страны, априори является, скажем так, как бы правильно выразиться, априори является неверным, короче, эти статистические данные, как бы вы их не собирали, кем бы вы не были, если они в разрез с официальной статистикой, они неверны, ложны, и если вы, типа, условно их будете поддерживать, или бы, ну, это агентство будете о них там заявлять и так далее, еще и в суд на вас, короче, подадут, это будет наказано, как чуть ли там не шпионская, короче, деятельность, типа, компромат государствовать, у нас сейчас скоро закончится рамазан, месяц поста, в начале мая будет праздник, будет Шекер-Байрам, отпуск в районе недели, даже чуть больше, там, 10 дней, все различаются по отпускам, отели забронированы, по поводу цен, цены, конечно же, в разы выше, даже, наверное, в два раза, наверное, выше от прошлого года, если так смотреть, ну, например, в Анталии номер для семьи, в отеле 4-5 звезд, ну, с хорошего, короче, отеля, чтобы все включено с едой, со всеми делами, нормальный, не эконом, вариант, а средний, но это не суперлюкс, ребят, это не какой-то суперлюксовый, все, ультра, там, чего-то там перевключено, перевключено, да, обычный, хороший отель 5 звезд, примерно вот так, да, комната для семьи с ребенком в среднем стоит где-то от 3,5 тысяч лир начинается в сутки, 4, 5, 6, средняя цена вот такая за сутки, да, 10 дней 60 тысяч лир, 5 дней 30, когда еще в прошлом году, это было стоимость, где-то примерно за 2 недели, ну, да, получается там в среднем, короче, да, где-то почти в 2 раза. Вот такие цены, знаете, не поверите, все равно люди едут и снимают, и довольно-таки есть свободные места, конечно, но турки, у кого есть деньги, они все равно продолжают тратить, не суперэкономить, конечно, мы уж все адаптировались к этим скачкам с ценами, с, как это назовем, и мне хочется по-турецки, конечно, сказать, но, короче говоря, к экономическим вот этим всем вопросам уже адаптировались, люди продолжают тратить деньги, конечно, вот такими еще глазами порой многие на кассе стоят, там что-то покупают, ну, а куда, типа, деваться, ну, надо платить, ну, что же, помирать, типа, будем в таком роде. Жизнь идет, но Турция не делает основную ставку на туризм, конечно же, и некоторые турки, такие мои знакомые, скажу так, довольно-таки, типа, ну, меньше туристов будет, больше нам возможности будет съездить, но, как видите, цены ниже не стали, а только выросли, поэтому, как и было раньше, так и сейчас, что отпуск в Турции для турок дорогое удовольствие. Спасибо вам всем за внимание, что посмотрели, я хочу напомнить, я оставлять буду теперь ссылку, я зарегистрировалась на Boosty, кто хочет поддержать мой канал, меня как контент-мейкера, пожалуйста, подписывайтесь, сделайте донаты, и я хочу объявить о том, что у нас там будут с вами регулярные встречи, я хочу делать стримы примерно один раз в неделю в районе 7 вечера, какое-то время я оставлю, вся информация будет в будущем у нас в сообществе на YouTube и на самом Boosty, я все это, все это будет, короче, подписывайтесь, следуйте, я оставлю ссылку в описании. Спасибо за внимание, это были новости Турции, если вам нужна моя консультация как психолога, в инфобоксе моя почта пишите, задавайте вопросы, можем встретиться с вами в скайпе. Спасибо за внимание, всем пока!